Перед вами навес, выполненный из стального каркаса, которого сейчас в некоторое время покажу, как сделан, и поликарбоната, совмещенного с металлопрофилем. Вот тут вот, в местах примыкания нашей конструкции к дому мы сделали вот такой вот профиль, прикрепили. На каркас были прикреплены доски, к которым впоследствии прикреплялись и поликарбонат, и металлопрофиль. Сейчас покажу, как это выглядит снизу. Тут будет в дальнейшем идти желоб, в котором будет течь вода. На улице сильный ветер, но благодаря тому, что была сделана боковая стенка, ветер чувствуется здесь не сильно. Хотя, опять-таки же, наш каркас продувается, то есть он не полностью закрытый. В связи с этим немножко есть места протекания воды, но в дальнейшем он будет доработан. Вот тут вот идет желоб. Тем, кому интересно, тех, у кого есть какие-либо вопросы по данной конструкции, о ее размерах, могут написать в комментариях. На все комментарии я отвечу. Если будет интересно, могу снять дополнительный материал по подробности данной конструкции. В принципе, конструкция очень простая. Снизу размещен уголок, который прикручен к бетонному основанию. Вот тут вот поддерживающие столбы, выполненные из сваренных труб. Сверху на этом каркасе сделаны опорные перемычки, на которых впоследствии может складываться древесина или что-либо еще. Приблизительный размер данной конструкции составляет длину около семи с половиной метров и все равно порядка четырех. Как вы видите, идет сильный ветер на улице, но тут, в принципе, ветер не сильно ощутим благодаря боковой стенке, сейчас которую покажу снаружи. Вот так вот выглядит боковая стенка, снаружи, подальше немножко. Вот, в принципе, конструкция очень простая, без всяких партнерашних элементов. В качестве крепления поликарбоната использовали. Вот такой вот саморез с партийной шляпкой, и сверху такая стальная шляпка. Обязательно вот советую при креплении пенопласта не позабыть о заклеивании торцов пара изоляционной пленкой с креплением. В последствии потом еще вот этого вот торцевой планки. Вот. Ну и необходимо оставлять небольшое расстояние между торцовой планкой и пароизоляционной вот этой вот рентой, для того, чтобы лишняя плага подходила. Вот. Каркас получился довольно-таки хорошим. Ну, впоследствии, если будут возникать какие-то доработки конструкции, мы будем это выполнять. Вот. Так что, еще раз повторюсь, если возникли у тех людей, которые посмотрели данное видео какие-то вопросы по поводу размеров данной конструкции, пишите в комментариях, и я на них отвечу. Вот. Огромное спасибо за просмотр. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайки. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА